Всем привет! И в сегодняшнем видео я бы хотел рассказать о покупке своей новой камеры, о её плюсах и минусах, о том, зачем мне вообще понадобилась покупка новой камеры, а также о других камерах, которые я также рассматривал к покупке, но так и не купил. Итак, моя новая камера это Panasonic G9. Да, это снова Panasonic, но уже более дорогая и навороченная камера. По моему мнению, камеры Panasonic обладают большим количеством преимуществ в сравнении с камерами конкурентов. Главной причиной смены камеры стала необходимость съёмки видео с рук без использования какой-либо стабилизирующей техники, рига, монопода, электронного стабилизатора. Из дополнительных параметров, которые бы мне хотелось видеть в камере, можно назвать рабочий автофокус видео, но этот параметр скорее являлся дополнительным. Для наглядности, вот пример съёмки с рук без использования матричного стабилизатора. Теперь та же съёмка, но с включённым стабилизатором. Что касается бюджета, то мой бюджет на тушку был в районе плюс-минус 70 тысяч рублей. За эти деньги, учитывая мои требования к камере, я смог найти только одну камеру, это Sony Alpha 6500. Другие крутые камеры, такие как Fuji X-T3, Sony A7 M3, Panasonic GH5, сразу отпадали, так как цена на них находилась за пределами моего бюджета. Плюс в Fuji отсутствует матричная стабилизация. Что касается Panasonic G9, то на момент покупки в интернет-магазинах цена на тушку была в районе 95 тысяч рублей. И признаться честно, за такую сумму я бы, наверное, взял лучше Sony плюс какой-либо светосильный объектив. Но когда в одном из интернет-магазинов цена по акции упала до 77 тысяч рублей за тушку, здесь передо мной стал реальный вопрос, так какую же камеру выбрать? Имея опыт работы с камерами Sony и Panasonic, я неплохо представлял их плюсы и минусы. Так, плюсами Sony Alpha 6500 в сравнении с Panasonic G9 будут являться Малошумность в условиях низкой освещенности Крутой автофокус в видео APS-C матрица Соответственно, большее размытие заднего плана в боке в сравнении с матрицами Micro 4.3 А также для кого-то наличие S-Log режима Сильными сторонами Panasonic G9 в сравнении с Sony Alpha 6500 будут являться Наличие пыли-влага-морозоустойчивого корпуса Поворотный экран крутого качества Второй LCD-дисплей Самый большой в классе видоискатель Батарея повышенной ёмкости Лучшее в классе Full HD видео Съёмка 4K видео с частотой до 60 кадров в секунду Full HD видео с частотой до 180 кадров в секунду Отсутствие перегрева Очень хорошая матричная стабилизация Меньший роллинг-шаттер Крутая эргономика Два высокоскоростных слота для карт памяти с боковым расположением на корпусе Аудиовыход для мониторинга звука Полноразмерный HDMI Да, некоторые недостатки камеры Sony можно компенсировать, докупив дополнительное оборудование Но это не только увеличит стоимость всего комплекта Но и сделает камеру более неповоротливой И неудобной во время съёмки Например, вот такой комплект я использую во время съёмки на камеру Sony Alpha 6500 на работе Всё это приходится нацеплять на камеру и носить во время съёмки, что довольно тяжело и неудобно Из минусов Panasonic я бы отметил только один серьёзный недостаток Это автофокус в видео Да, автофокусировка стала значительно лучше в сравнении с моей предыдущей камерой Panasonic G7 И да, при использовании родных объективов Panasonic автофокус становится практически рабочим Но так или иначе автофокусировка Sony Alpha 6500 будет значительно лучше и надёжнее Вот так автофокус работает с объективом Panasonic 1260 f3.5-5.6 Фокусное расстояние установлено на 12 мм при диафрагме 3.5 Фокусное расстояние установлено на 12 мм при диафрагме 3.5 Теперь тот же тест с объективом Sigma 30 мм f1.4 Для наглядности диафрагма полностью открыта до значения f1.4 Музыка 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 с прошлой камеры. Что касается автофокусировки в видео, то по моему мнению она стала довольно приемлемой. Так, это видео я снимаю в режиме автофокусировки по лицу с объективом Sigma 30 мм f1.4. Результат, как видите, вполне рабочий. Ну что же, это была история покупки моей новой камеры Panasonic G9. Надеюсь, это видео будет кому-нибудь полезным. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok